Здравствуйте! Среди череды успешных пусков бывают и неудачи. Есть такая статистика, и не только в российской космонавтике. 2 июля на Байконуре случился аварийный старт ракеты-носителя «Протон-М». На 17-й секунде произошло выключение двигателей и падение протона на территории космодрома. В 3-х километрах от места старта. В ближайшее время комиссия Роскосмоса выяснит причины аварий, чтобы исключить подобное в будущем. Развернутая космическая группировка системы ГЛОНАСС имеет на сегодняшний момент необходимый орбитальный резерв, и произошедшая авария не должна привести к снижению эффективности. Однако потерянные спутники в ближайшей перспективе необходимо будет восполнить. Государственная комиссия по проведению летных испытаний, средств выведения, которые действуют в рамках полномочий Роскосмоса, со 2 июля приступила к работе по проведению объективного анализа, телеметрической и технической информации, выявлению причин произошедшей аварии и выработке предложений по их исключению в дальнейшем. До выяснения причины аварии пуски ракет-носителей «Протон-М» приостановлены. Для справки, «Протон-М» — это модернизированная ракета с улучшенными подъемными экологическими характеристиками. На этой ракете решена главная задача для безопасности — резкое сокращение размеров полей, отводимых для падения отработанных первых ступеней. Для Казахстана это особенно важно. Первый запуск «Протона-М» был в 2001 году. Ракету «Протон» создавали как боевой комплекс, способный вывести в космос ядерный заряд в десятки мегатонн. Конструктор Владимир Челомей разработал уникальную компоновку ракеты. И за короткое время появилось целое семейство универсальных ракет, сокращенно «УР». В его конструкторском бюро в это время работал и сын первого секретаря Сергей Крущев. Челомей, в отличие от Сергея Павловича, он действовал по шагам. И испытывал все по шагам, и проектировал по шагам. Он говорил, вот я сделал «УР-200», которая не пошла. Сейчас на ее базе сделаю «УР-500». В середине большая ракета, а по краям навешаны сосиски, так сказать, на базе «УР-200». Потом я подниму эту «УР-500», поставлю внизу большую ступень. Она будет весить на Земле 4,5 тысячи тонн. Сверху будет «УР-500», и это будет называться «УР-700». Она доставит на орбиту 140 тонн, и мы полетим на Луну. Ракета планировалась и для пилотируемых полетов на Луну. На головную часть протона устанавливалась двигательная система аварийного спасения. А под обтекателем должен был находиться корабль с космонавтами. Однако даже сын главы государства, Сергей Хрущев, не смог повлиять на решение отца. И создание лунной пилотированной ракеты передали Королеву. Разговоры о том, что конкуренция истощала КБ, оно шло от одного из конкурентов. И каждый из тех конкурентов, которые были, они хотели завладеть всеми ресурсами. Как, например, Сергей Павлович говорил, вот если бы мне все отдали бы, и Янгель бы не делал свои межкентальные ракеты, Челомеи бы, так сказать, сделали мне испытательным центром, я полетел бы на Луну. Но Королевская Н-1 до Луны не долетела. В отличие от протона, с помощью которого на Луну отправились автоматические станции «Луноход-1» и «Луноход-2». Два наших аппарата прекрасно работало на Луне почти полтора года, суммарно, если говорить. Прошли по лунной поверхности почти 50 километров, оставили колею на Луне. Побывали в очень разных местах, в сложных местах, и в предгорьях. Пытались забираться на горы, и на берегу лунных ущельей. Они накормили ученых достаточно большой информацией. Запуск исследовательских аппаратов к Марсу, Венере и в Дальний Космос – также заслуга протона. Эта ракета вывела на орбиту военную станцию «Алмаз», «Салют» и «Мир». С помощью протона строили Международную космическую станцию. Александр Николаевич Симоненко в этом цехе с начала 60-х. Помнит главного конструктора Владимира Челомея. Принимал участие в производстве универсальных ракет «Ур-100», которые создавались и для боевого дежурства, и для мирного освоения космоса. Как раз «Ур-100», «Ур-200» и являлись прототипом нынешней тяжелой ракеты «Протон». «Ур-100» делали около 25 штук в месяц. Практически ежедневно уходило. Ну, как говорится, все стояли на ушах. В цехах космического центра имени Хруничева собирают ракету «Протон». Будто гигантский конструктор. Из обтекателя, блоков, топливных баков. Вот ставят заклепки на самый мощный блок «Протона» – «Атлан». Как его здесь величают? На этом блоке держится вся ракета. Когда ракета устанавливается на стартовые опоры, вот они как раз 6 штук. Вот они, красненькие башмачки такие. Вес ракеты в снаряженном состоянии, полностью снаряженном, где-то 702 тонны. Вот 702 тонны на 6 опор. Так что этот отсек «Атлант». И ребята, которые его делают, их можно тоже назвать «Атлантами», потому что это очень тяжелый труд. Ракету собирают и испытывают. Позднее, в разобранном виде, по железной дороге отправляют на космодром. У меня была такая привычка. Вот когда ракета грузится в вагон, я всегда вот так делаю. Пусть служит. Провожал ее. Тяжелая российская ракета «Протон» может поднять на низкие орбиты до 20 тонн полезной нагрузки. Подобная под силу только европейской грузовой ракете «Ариан». С момента создания «Протон» летал в трех модификациях. УР-500, «Протон-К» и «Протон-М». Всего же с 1965 года совершено 384 запуска. На этой неделе специалисты Роскосмоса получили первые тестовые фотографии со спутника «Ресурс-П» с детальным разрешением. На снимках города Северной Америки. Этот аппарат не так давно пополнил группировку российских спутников дистанционного зондирования Земли. Летные испытания космического фотоспутника продолжаются. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова